хочешь забрать первое место в турнире или немного не хватило до гаранта под вкусное событие тебе с этим поможет разобраться сервис доната в игры донатов нет при этом донат через этот сервис дешевле чем в самой игре кроме watcher of a room ты можешь пополнить баланс steam или любой другой любимой твоей игры а перейдя по моей реферальной ссылке в описании ты получишь 5 процентов скидки на первую покупку донатов нет твой главный помощник в мире донатов ребят всем привет вы на канатике из party я текей и у нас сегодня достаточно интересное видео с тестами по артефактам частности сочетание некоторых персонажей и альтернатива кровотоку видео будет сильно актуально новичкам и на самом деле эндгеймщикам которые хотят увеличить урон на семрахе на кб тесты проводились на кб но они также актуальны и на семрахе и в принципе везде босс там например это снаряжение артефактов когда у нас увеличат этаж и будет актуально то сейчас принципе нет смысла повышать урон вы и так вот за 35 10 секунд проходите суть очень простая у нас есть механика щит казалось бы она призвана защищать героев и в принципе я вот подумал зачем они хексу там щита при доставании там карт или вот эту технологию до ствайлы да зачем же щит нашим уроним до плюс нас есть еще герой которые сами себе щит стакают плюс не забываем что у нас есть всякие гвента линдосоми и вортексы и еще и артефакт на вортекс интера спектр севера дополна за это который может еще щит дать то есть механика щитам большая то есть есть фракция хардс который тоже щиты настакивает то есть тоже будет плюсиком к этим всем щитам то есть вариантов раньше было к сделал счетов было мало их было там два три сейчас их нам расширили их порядка там 7 вариаций где вы можете на свою команду щит наложить так вот в чем суть очень многим не приходят герои кровотока либо сейчас я вам докажу тестами что один герой кровотока это мало и даже если это будет салазар желательно он так что был с пробудами до чтоб кровоток был постоянный суть тестов очень плохая плохая очень очень на самом деле простая суть тестов мы берем такой артефакт есть новенький достаточно талисман решимости называется и он при полной прокачки дают больше уроне в процентах чем по кровотоку тот же самый артефакт но проблема в том что да если по кровотоку понятно кровоток лежит и значит больше урона наносим с щитами тоже как-то знаете получается какая-то рандомность лежит у нас кровоток не лежит щит на персонажах есть нет то есть непонятно какое время наши персонажи дают в этот вот повышение вот этого урона в этом артефакте какой плюс во первых больше уроне на максимальной прокачки это первое и второе тут есть приписка эффект 10 еще 6 секунд после исчезновения щита а обычно некоторым нашим ребятам таким когда с вами гвенталин хватает этого времени чтобы перманентно вот с этими небольшими паузами держать щит тем самым вы постоянно повышаете урон наносимый по кбс мраху и прочим ребятам были проведены тесты были употреблены такие артефакты как талисман решимости соответственно жажда что там крови или как он называется алая охота соответственно до 30 процентов дополнительного роли урон целям с эффектом кровотечения и еще был артефакт сейчас я вам скажу как у нас по-моему холодное пламя называется да вот этот артефакт который в принципе на 33 процента должен носить но каждый раз когда по нему наносится урон а это на кб на симрахе вам он постоянно наносит урон у вас снимается стак с этого артефакта в принципе подобные артефакты то есть вроде бы этот даже должен быть как бы стабильней но судя по тому сколько раз там бьет босс или бьет кб в теории кровоток лежит меньше особенно с одним персонажем вот эти артефакты и естественно героев протестировано суть тестов была простая берется высокомерный и в одинаковом шмоте с разными артефактами к нему добавляются герои кровотока я взял салазара если за герой щита герой щита использовались три штуки это был вортекс со спектром севера это был до сами с именным артефактом без и мы новые то где-то будет еще там минус 10 процентов к урону высокомерного и гвендолин то есть героиня перманентно накладывающие щиты да там с базы вот и какие тесты были первый тест был на копию копия это самый самый вообще слабый оказался копия то вот вот этот вот воюющий череп называется где с шансом даун теневого стража понятно что здесь будет как я понял больше урону персонажей который с базы наносит основной урон но то есть база там из этом салазар возможно с базы много наносит то есть высокомерность базы по сравнению с ультой конечно не так много наносит возможно из-за этого их череп вообще не для него вот но вот он плохо показывал хотя например для зелитушки воюющий череп показал больше чем алая охота урон то есть тут в зависимости от вообще этот артефакт топ-1 считается он очень редко падает и для многих персонажах он подходит но для других тестируйте то есть я не могу сказать для каких он без какой нет в теории где больше с базы урона носят те тому за твою череп и подходит но вот на тестах с камерным показался вот на 33 миллиона до на кб следующий был по урону это соответственно как видите салазар высокомерный и на них соответственно вот этот вот алая охота 34 6 миллиона до здесь можно увеличить конечно я думаю что где-то 37 39 бы высокомерно набивалась мы добавили бы лугару побольше с а салазар хотя там и так 450 было вот ну собственно вот такие вот тесты далее идет вортекс плюс вот этот вот артефакт талисман решимости все это было прокачано на максимальный уровень все эти артефакты тридцать четыре и восемь видим да но здесь проблема в том что вортекс почти не держал щиты на высокомерном и даже при этом мы наносим как с алой охоты то есть фиговый герой казалось бы для щитов вортекс начального такого уровня он сульты накладывают щиты и спектром иногда накладывал на сокомерного щит если будет какой-нибудь минар именной именная шмотка там либо к ним зачарованная которая при этом уровне и накладывает один процент щита и при этом ты сразу же с этого артефакт начинаешь 40 процентов урона на больше наносить то это будет офигительный просто ну максимально крутой артефакт и шмот у нас уже дело сейчас именные шмотки мы кто сейчас будем разбирать часа к тестам перейду вот ну в общем если будет что-то генерировать щит какая-нибудь шмотка или артефакта и так далее то это будет очень круто при на вортосе какой-нибудь артефакт который перманентно будет базы кидать щит все все вот этот артефакт круче всех по уроне то есть на всех бойцов вешаем талисман решимости и повышаем на 15 20 процентов урон всей команды относить например алой охоты следующий тест это получается холодное пламя это до соми плюс высокомерный с холодным пламенем это вот где ударили минус один стак да и раз топов 6 секунд если получает урон настакивает но что-то такие какие-то параметры и 33 процента может повысить урон в принципе неплохо уже видим стабильность то есть холодное пламя это стабильность получается холодное пламя лучше себя показывает чем даже вот кровоток далее следующий тест это у нас уже топ-2 по уроню по тестам это гвендолин плюс высокомерный то есть постоянные щиты плюс высокомерный с талисманом решимости и тут мы видим что мы получаем почти на 50 процентов прирост урона относительно и копии и кровотока и соответственно вортакса то есть гвендолин это просто ультимативная казалось бы героиня для этого но нет с ней проще выжить вот но есть следующий герой который меня сильно удивил это до соми с именным артом как мы видим я его на первое место поставил потому что уроне 47 миллионов то есть он начинает каждой атакой накладывать чит небольшой там 10 процентов по моему от хп высокомерный может конечно же при этом сдохнуть но скорее всего будут успевать что мудасом по какая-то есть фишка что когда меньше план здоровья топом хп начинает восстанавливали как-то так явно сумме сильный не специалист но вот его я его использовал он такое получается снимающий ослабление накладывающий для меня в голове ну менее чем там условно лекарь то если говорить о его лечащих способностях но как видим вон она за восстановлено 80 тысяч на все таки учет там умеет восстанавливать и в итоге вот лучший герой щитовик для вот этого артефакта получается до соми с именным артом конечно без именно варт он будет где-то в районе там тоже 43 41 вот так вот миллионов такие вот интересные тесты то есть получается если у вас сейчас все герои в алой охоте да еще надо их какой-то в определенном количестве мете желательно и лугару иметь и салазара имеет да там и там я не знаю там кого-нибудь еще с кровотоком там чтобы побольше кровотока накладывать то здесь этих героев иметь не надо вам нужно просто иметь много талисманов решимости желательно прокачивать конечно full уровень как собственно и алую охоту если что на мой взгляд это полная альтернатива да еще и который наносит большее количество урона то есть талисман решимость это топовый артефакт для война для урона то есть для меня это было удивлением я думал что это будет все на уровне алой охоты ну или крайне сущном холодного пламени но это выходит за холодное пламя еще стабильнее чем холодное пламя и того выводы под конец если у вас есть герои щитовик такой когда соми либо гвендолин пробуйте своих воинов переодевать в талисман и получайте на 20-30 больше урона на семрахе на кб на возможно артефактах либо где-нибудь там на разломе и в прочих активностях там был теки на канале теки спать и давайте с вами по нормальному попрощаюсь пока пока не забудь подписаться все ссылочки в описании в общем не забудь а доблагодарить автора своим лайком либо дизлайком ребят в конце видео всего лишь хотел напомнить что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождение любых рейдов снаряжения повышение урона на кб и прочее если вы где-то застряли либо может нужен совет обращайтесь советы бесплатно когда что-то за вас делаю платно цены достаточно демократичны и приемлемы обращайтесь в к и тг ссылочки будут в описании в закрепленном к комментарии и а и и и и и и и и и